Всем привет! С вами канал Anabolism и сегодня у нас речь пойдет о препарате, который способен улучшить вашу выносливость, продуктивность и концентрацию во время тренировки. Давайте начнем! Итак, этим препаратом у нас является сироп бронхолитин, в состав которого входит глауцин и эфедрин. И речь пойдет именно о сиропе, потому что, возможно, многие знают, есть такой комбинированный жиросжигатель, так называемый, который называется ЭКО, когда используется эфедрин, аспирин и кофеин. Эфедрин как раз-таки берется отсюда, но кофеин и аспирин также из аптеки. Именно поэтому я, в принципе, и начал принимать этот сироп, потому что в прошлом году, по-моему, летом на сборах, но слышал о том, что ребята советовали принимать по одному колпачку вот такому перед тренировкой, за час до тренировки, если не ошибаюсь, и это увеличит продуктивность, позволит лучше дышать и так далее. Я сразу вспомнил об этом жиросжигателе, ну и мне интересно было попробовать не в комбинации, а отдельно вот такой вот сиропчик бронхолитин. В свое время же жиросжигатель ЭКО также продавался в магазинах спортивного питания, пока не запретили эфедрин, и единственный возможный вариант был собрать это из аптечных препаратов. Также бронхолитин продается в аптеках по рецепту, в принципе, сложности в приобретении я не заметил, но имейте в виду, что не везде вам его продадут. Каких эффектов стоит ожидать? Ну, начнем с того, что я использую этот сироп только перед высокоинтенсивными тренировками, в моем случае это ММА. В случае, если вы занимаетесь в качалке в тренажерном зале и хотите использовать его как притренник, то, возможно, это актуально, но лично мне не заходит. Лично я считаю, что он раскрывается при высокоинтенсивных занятиях, когда вам нужен кислород, нужно работать, когда вам тяжело, тогда действительно он помогает. Вам становится легче дышать, более концентрированный, собранный, более продуктивный. Никаких повышений силовых показателей ожидать не стоит уж точно, но, тем не менее, на качество тренировки это однозначно влияет. Теперь про побочные эффекты и схемы приема. Побочки на самом деле есть, но я принимаю этот сироп в таком режиме, где об этом можно даже не задумываться. Схема выглядит так, принимаю не более трех раз в неделю, максимум четыре, если это какие-то соревнования, то я могу четвертый раз принять этот сироп, не более того. Принимаю я не по целому флакончику, а где-то, тут есть отметочки у нас, где-то по 5, максимум по 10 мл, мне этого достаточно. Вот, целый, это у нас будет 20 мл, чтобы вы понимали. Три раза в неделю 5-10 мл и делаю перерывы, то есть месяц принимаю, месяц перерыв. В таком режиме я не задумываюсь обочных эффектов, о том, что он может вызвать привыкание, о том, что, в принципе, эффект будет снижаться с течением времени. Да, и на постоянке принимать, наверное, особого смысла нет. Хорошая штука перед соревнованиями, она вам поможет, но стоит понимать, если вы сильно нервничаете, одной из побочек является то, что увеличивается частота сердечных сокращений. Соответственно, когда у вас сердце бьется чуть быстрее от каких-то переживаний, то здесь оно будет биться еще немного чаще, вот, и это может вас смущать. На самом деле, ничего страшного в этом нет, если не борщить с дозировкой. Вот это единственный такой момент. Также увеличивается температура тела на какую-то часть и так далее. То есть, в принципе, за счет подобных эффектов достигается такой своеобразный эффект жиросжигания. Хотя он не намного выражен, но, тем не менее, он тоже присутствует. И в целом, при правильных дозировках, которые я описал, вообще никаких побочек я не ощущаю. То есть, я тренируюсь вечером, заканчиваю тренировку где-то в 10-11 вечера. И через час уже, поужинав, я могу лечь спать без каких-либо проблем. То есть, как сильный стимулятор, он на меня не действует. В таких дозировках, которые я писал. В общем, кого есть вопросы, пишите, задавайте в комментарии. Кому было интересно, лайк, подписка и всем анаболизмам.